Здравствуйте! Это программа «Суть дела». Исламский халифат, захвативший север Ирака, сначала сказочно разбогател, ограбив отделение Иракского Центробанка в Херкуке на сумму в полмиллиарда долларов, а теперь еще и разжился радиоактивными материалами. Представитель Ирака в ООН Мохаммед Али Аль-Хаким сообщил, что эти материалы попали в руки террористов при захвате университетов в Масуле, где они использовались для научных исследований. Общий вес этих материалов около 40 килограммов. Иракские власти считают, что эти материалы могут быть использованы для террористических актов на территории Ирака или близлежащих государств. МАГАТЭ, правда, считают, что в мировом масштабе опасности нет. Однако правительство Ирака обратилось к объединенным нациям с просьбой о немедленном принятии мер. Эти радиоактивные материалы, несмотря на ограниченное количество, могут быть использованными группой террористов при соответствующей помощи экспертов для террористических актов, как с применением чистого урана, так и его соединений с другими субстанциями. Такая формулировка использована в письме Аль-Хакима в ООН. Поскольку исследования проводились учеными Масульского университета, можно предположить, что и сами ученые или их часть тоже оказались в руках исламского государства Ирака и Леванта, сокращенно ИГИЛ. А уж принудить ученых к сотрудничеству террористы, обезглавившие 1700 офицеров иракской армии, наверняка сумеют. Соединенные Штаты Америки не усмотрели угрозы в наличии урана у исламских террористов, поскольку, по мнению американских специалистов, уран недостаточно обогащен, чтобы изготовить из него оружие массового поражения. Мнение американцев разделила и представитель МАГАТЭ Джиль Тюдор. Пока шло разбирательство в ООН и в МАГАТЭ по поводу степени обогащения урана, захваченного халифатом, выяснилось, что джихадисты захватили еще и старый завод по производству химического оружия, на территории которого находится склад старых ракет с боеголовками, наполненными боевыми отравляющими газами. По оценкам специалистов, на этом заводе в Мусанне, расположенном на северо-западе от Багдада, может находиться до 2500 ракет, боеголовки которых еще в 80-е годы прошлого века были наполнены зарином. Все, кто служил в армии, наверняка знают, что это за газ и какую опасность он представляет. Тем, кто не помнит, подсказываю. Смерть при контакте с этим газом наступает в течение минуты. Смертельная доза 0,14 мг на килограмм веса человека. То есть для того, чтобы убить человека весом 80 кг, достаточно 11 мг газа. Напомню, что история с химическим оружием имеет решающее значение для судьбы и рака. Двоюродный брат Саддама Хусейна, Али Хасан Абдальбаджид от Тикрити, по кличке Химический Али, был повешен американцами в 2010 году. А свою кличку он приобрел за то, что с помощью боевых отравляющих веществ уничтожил более 5000 мирных жителей Ирака. Как после 11 лет пребывания американских войск в этой стране там сохранились такие количества Зарина, непонятно. Почему США не беспокоят ни Уран, ни Зарин в руках столь опасных фанатиков, как боевики ИГИЛ, тоже непонятно. А особенно непонятно, почему американцы с пеной урта, убеждавшие членов Совета Безопасности ООН в наличии у Саддама Хусейна отравляющих веществ, впоследствии согласились с тем, что ошиблись, и никакими веществами этого типа Хусейн не обладал. Выставив таким образом Колина Пауэлла, тогдашнего госсекретаря США, ну просто дурачком. И еще непонятнее, для чего США сохранили весь этот ядовитый арсенал в руках опасных сумасшедших террористов. Только что чуть было не разразилась Третья мировая война на фоне обвинений в адрес Башара Асада, в обладании этим же самым оружием. И только российская инициатива по уничтожению этого оружия положила конец этому безумию. Очень много непонятного в иракских событиях, тем более, что боевики ИГИЛ пришли в Ирак именно из Сирии. Не думаю, что сирийский президент при всех его недемократических манерах опаснее исламистов из ИГИЛ. Странно это все. Это была программа «Суддела». Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создал DimaTorzok – Субтитры создал DimaTorzok